А Шольц все, дорогие друзья, на фоне экономического и энергетического кризиса разгорается сексуальный скандал, да еще и с наркотиками. Вечеринка с участием Шольца обернулась скандалом с наркотиками. В Тегешпигеле 8 женщин пострадали от наркотиков и изнасилования на вечеринке, где был Шольц. Закрытая вечеринка социал-демократической партии СДПГ с участием его бывшего лидера Шольца обернула скандалом. Не менее 8 присутствующих на мероприятии женщин пострадали от подмешанных наркотиков и изнасилований, сообщает немецкая газета Дэшпигель. Инцидент произошел 1 июня на традиционном мероприятии партии, на котором присутствуют депутаты и сотрудники СДПГ в Бундестаге и избирательных округах, а также Олаф Шольц. Полученным из переписки членов фракции данным из 8 потерпевшего проверкой пока подтвержден один случай. Речь идет о 21-летней девушке, которая пожаловалась на плохое самочувствие после вечеринки. Пострадавшая уточнила, что не употребляла алкоголь на мероприятии. По словам жертвы, примерно в 21-30 ей стало плохо, начала кружиться голова. На следующее утро она не могла вспомнить, что происходило накануне вечером. Потерпевшую осмотрели в больнице и вызвали скорую помощь, где решили направить девушку на анализ крови, тексикологическую экспертизу. «Мы рекомендуем другим возможным пострадавшим немедленно сообщить о произошедшем в полицию», заявил лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин, членам Бундестага и их сотрудникам, и добавил, что они делают все возможное для выяснения подробностей инцидента. Как выяснили Декшпигель, Тагишпигель Причиной потери памяти нескольких участниц вечеринки могли сказать наркотики и изнасилования. Речь идет о веществах, которые иногда подвешивают жертвам в напитки, чтобы сделать их беспомощными и уязвимыми, в том числе для сексуального насилия. На следующий день пострадавшие могут не помнить о случившемся. Ранее в изнасиловании с использованием наркотиков обвинили депутата консервативной партии Великобритании. Жалобы поступили от четырех жертв, которые утверждают, что их накачали веществами, а затем подверглись сексуальному насилию. Куда катится мир? Ну что, смешно тебе, Олаф? Изнасилование и наркотики – это же так весело. Это практически как геноцид. Дядь Вова виноват опять, да? Так бывает. Пока, друзья!